Приветствую вас на канале 2D от 3D графика и в данном ролике я покажу вам, как создать вот такой градиентный фон, добавить на него затенение по краям, так называемую виньетку, и также мы добавим сюда наполнение в виде вот такого визуально интересного текста. Техники, которые будут показаны в туториале, пригодятся в ваших будущих проектах. Хотя они сравнительно простые, но тем не менее быстрые и эффективные. Для начала я создам новый слой New Solid. Не важно, какого цвета он будет. Дальше. Применяю на данный слой эффект Gradient Ramp. Для этого вам нужно перейти в цветок Effects & Preset и убить здесь название самого эффекта Ramp. Перетаскиваем его на наш слой. Я сразу же слапну цвета, нажимаю вот сюда. Давайте вначале добавим темный цвет, конечный цвет. Я выберу здесь вот что-то такое темно-фиолетовое. Окей. И старт. Цвет у нас будет более светлым. Допустим, вот таким. Посмотрим это все в полноэкранном режиме. Вот буквально в несколько кликов мы создали с вами вот такой интересный градиентный background. А теперь давайте добавим к нему виньетку, то есть затенение по краям, чтобы вести взгляд зрителя в центр нашей композиции. Вообще, использование данной палитры Effects & Presets довольно-таки неудобное, потому я рекомендую скачать вам плагин под названием FX Console. Он сильно ускоряет вашу работу, делает ее более удобной, особенно в рамках поиска эффектов и их применения. Данный плагин вы сможете скачать на моей Boost-странице. Переходите, там есть множество интересных, а самое главное полезных материалов и ресурсов. Чтобы вызвать данную панель, данную консоль, я нажимаю клавишу Ctrl-пробел. Но перед этим выделяем наш слой, Ctrl-пробел, и вписываю здесь название эффекта. Нам нужен вот этот эффект. И теперь давайте в его настройках немножечко подшаманим. Вот так. Возможно, это перебор. Поиграем с углом. Ну а теперь пришло время добавить сюда текстовое наполнение. Правый клик, New, и добавляем текстовый слой. Вы можете написать здесь то, что вам угодно, то, что вам необходимо. Я пропишу просто текст. Чтобы работать с текстом, вам необходимо открыть палитру или свиток Charakter. У меня он уже открыт. Если по какой-то причине у вас его нет, переходите в Windows и ставите галочку в вот этом читбоксе. Смотрите, что здесь сделано. Заливка у меня отключена. Non-Fill Color. Переключаюсь на срок, то есть обводку. И здесь я волен выбрать тот цвет, который мне необходим. Я, допустим, сделаю обводку более темной. Ок. Дальше продублирую данный слой. Ctrl-D. И дубликат смещу немножечко ниже. Вот так. И здесь наоборот. Заливку отключаю. Нажимаю No Stroke. Переключаюсь на саму заливку, на Fill. И, наверное, сделаем немножечко потемнее. Вот так. Переключаемся в полноэкранный режим. Для того, чтобы просмотреть результат. Для этого кликаем на клавиатуре клавишу Tilda. Вот что мы имеем на данный момент. Я, наверное, данные текстовые слои немножечко увеличу. Тяну за направляющую. При этом не забываю удерживать клавишу Shift. Чтобы масштаб изменялся пропорционально. То же самое сделаю с верхним текстом. Тащу за уголок, зажимая Shift. Ну а теперь давайте мы добавим на текст эффект Drop Shadow. Чтобы выгодно отделить его от остального фона. Выберу второй текст, допустим. Ctrl-пробел, FX-консоль. И вбиваю здесь название эффекта Drop Shadow. Добавляем его. Мы уже можем наблюдать изменения. Но я немножечко поднастрою параметры данного эффекта. Дистанцию увеличим. Вот так. И, наверное, тени я сделаю более мягкими. Отлично. И чтобы мне не создавать этот эффект на вот этом слое текстовом. Я просто возьму его отсюда. Ctrl-C скопирую. Перейду на слой второй. И Ctrl-V вставлю. Давайте посмотрим на наш результат в полноэкранном режиме. В данном обучающем ролике я показал вам, как буквально в несколько клик, используя сравнительно простые техники, добиться неплохого визуала. На этом у меня все. Но я не прощаюсь с вами. Услышимся в следующем туториале.